Доброе утро еще раз. Как у вас сегодня настроение? Хорошо. Очень вас вчера утомили. Ну да, мы будем стараться продолжать в том же духе, то есть максимально эффективно использовать то время, которое у нас есть. И по итогам вчерашнего дня мы поняли, что у нас есть ряд вопросов, как исполнять этот анализ. У всех групп, в принципе, вопросы появлялись разные. Поэтому мы решили, что лучше всего с утра начать с проработки одного экземпляра, например, по всем стадиям, по всем шагам, которые мы должны осуществить вместе. А потом уже мы дадим вам дополнительное время, минут 30-40. Вы вернетесь к своим группам и уже с отвеченными вопросами продолжим эту работу. Мы посчитали, что из всех тем, которые у нас еще есть и остаются, которые мы обязательно с вами проработаем, вот анализ стейкхолдеров, он ключевой. То есть если мы это не поймем и не сможем это делать или не до конца поймем, то потом все остальное нам будет трудно и не очень эффективные результаты у нас будут. Поэтому давайте побольше времени уделим этой теме, разберем ее до конца, хорошо? А потом пойдем вперед. Я предлагаю разобрать одну из тем. Мы поговорили с группой, у которых access to finance, и они как бы согласны, чтобы мы разобрали их тему. Если кто против или хочет свою тему, давайте обсудим. Если нет, давайте перейдем уже к разбору. Хорошо, все согласны. Какой у нас первый этап? На первом этапе мы разделили всех стейкхолдеров на первичных, вторичных и ключевых. Хорошо? Давайте тогда посмотрим, какая у вас была проблема. Я вам тоже дам микрофон, если найду. Можно еще микрофон? Парочку даже. Из-под проблем мы выбрали одну. Из-под проблем мы выбрали одну и определили, что при, допустим, достижении определенных результатов в этом направлении могут сдвинуться все остальные. И мы определили, что это будет свободный доступ иностранного капитала на украинский рынок. То есть, чтобы заходили украинские, вернее, иностранные банки и другие компании. То есть, ну, какие-то кредитные союзы. Для уточнения, сейчас это невозможно получается? Да, сейчас это ограничено, сейчас усложнено, скажем, зарегулировано, и там проценты выставляются нацбанком. То есть, они не могут работать по своим правилам. Хорошо. Суть задания в том, что мы берем какую-то проблему, предлагаем какое-то решение. Одно из решений, да, access to finance, доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса. Мы решили, что если облегчить вход иностранных банков, иностранного капитала, да, то таким образом подешевеет и станет более доступной ресурсы. Хорошо. Вот это инициатива, да, сделать так, чтобы иностранный капитал, в том числе банков, мог спокойно быть задействован в Украине. Хорошо. Теперь, кто у нас является первичными стейкхолдерами? Мы помним, что первичные стейкхолдеры – это те, на кого непосредственно, для кого непосредственно эта инициатива проводится, результатами которой они непосредственно будут пользоваться. Хорошо. У нас это малый и средний бизнес. Коммерческие банки, то есть другие коммерческие банки. Хорошо. Смотрите, делаем ли мы эту инициативу для того, чтобы коммерческим банкам легче жилось? Нет. Значит, они не являются нашими первичными стейкхолдерами. Иван Франкинский, вам слышно? Не слышно. По-моему, не слышно. Не слышно. То ли им не слышно, то ли их не слышно. Нам вас очень хорошо слышно. Все нормально. Все слышно? Все слышно. Хорошо. А вы видите наш флипчарт, где мы пишем? Хорошо. Я надеюсь, что вам видно также, что мы тут пишем, но я постараюсь проговаривать все, чтобы даже если не видно, было слышно хотя бы. Окей. Спасибо. Хорошо. Тогда нашими первичными стейкхолдерами в этом деле являются именно малые и средние бизнесы, для которых будут более доступны финансовые ресурсы. Кредиты там, и не обязательно кредиты, может быть, это даже… Что? Гранты могут быть. Гранты, может быть, даже капитал сам, да, то есть новые партнеры в бизнесе, и разные возможности финансового, ну или инвестирования, или кредитования, или гарантирования, так скажем. Кто еще может быть первичным? Это и крупный бизнес. Может быть, и крупный бизнес в итоге, да, получится. Хорошо. Теперь, а кто в результате этой инициативы будет так или иначе воздействован напрямую или не напрямую, подпадет под нее, как бы, не будет… Не то, что мы для них делаем, да. Эта инициатива не нацелена на них, чтобы они пользовались потом результатами. Но кого она коснется? У кого что-то изменится в жизни? Банки. Банки, местные, да? Местные банки, да. Хорошо. Тогда банки у нас есть местные. Надо разделить, как они получаются. Надо разделить местные и иностранные. Местным, как бы, это хуже, а иностранным – это лучше. Хорошо. Я так и делаю. Я делю банков на местных и иностранных. Для местных. Почему мы считаем, что для местных это хуже? Хорошо, но для них тоже может быть капитал более доступен. Да, капитал будет доступен. Ну, то есть что-то в их жизни изменится. Мы сейчас потом можем проанализировать что, да? Но если наша цель направлена на то, чтобы у детей уменьшить в результате пациентные ставки, то в любом случае для местных банков это не будет. Сейчас они кредиты дают 27. У них маржа имеет смысл. Да, но здесь дело в том, еще… И все, например, наоборот, можно? Нет, я немножко не согласна с коллегами, потому что на сегодняшний день банки принимают депозиты там на месяц, на два, на три. Если это будут длинные деньги на год, на два, на три, то и местные банки тоже будут выигрыши. Да, и с другой стороны еще вопрос такой, по какому проценту они берут эти деньги, которые потом дают нам в кредит, да? То есть если этот процент понизится, то банкам все равно. Если их маржа останется одинаково, им все равно давать под 25 и очень малому количеству людей или давать под 16 достаточно большому количеству уже малого и среднего бизнеса. То есть тут не все однозначно, но то, что сначала им может это быть страшно и не понравится, это точно. И мы на них влияем, то есть они у нас вторичные стейкхолдеры. Хорошо, с этим мы согласны, кто еще может оказаться вторичным стейкхолдером? Может быть бюджетная организация, да? Потому что по идее как с развитием бизнеса должны увеличиться количество налогов и в общем-то бюджетное поступление увеличится. Хорошо. Кредитное общество. Ага. Вы можете поподробнее сказать? Ну, те, кто дает кредиты вне банковской системы. А, то есть не банки, а в другие организации. Вне банковской системы, да. Ага. Они вне общества, они тоже как-то зависят от ставки Мацбанка. И если эта ставка будет понижена для банков, то для кредитных спилок также будет понижена, а сегодня они все практически не действуют. Да. И они таким образом и живут. А мы не говорим о том, что на них это повлияет негативно, мы просто говорим, что на них это тоже повлияет, может даже позитивно, может негативно. Мы пока здесь смотрим, на кого это повлияет как вторичным эффектом, да? То есть эффект будет одновременным, но делается это для этих стейкхолдеров, да? Но вовлечены в это будут, хотя или не хотя, также вторичные стейкхолдеры. Хорошо? Ну, здесь можно еще найти много стейкхолдеров, но нам просто здесь нужны примеры. Они у нас есть. Кто у нас будет ключевым? Национальный банк Украины. Национальный банк Украины. Почему? Потому что он национальный регулятор и определяет денежно-финансовую и валютную политику и все остальное. Я определяю эту учетную ставку, в первую очередь. Ага. Ну, для того, чтобы мы смогли легче ответить на вопрос, почему, мы должны вспомнить, кто такие наши ключевые стейкхолдеры. Это те, которые именно разрабатывают политики, это те, которые могут влиять, сделать так, чтобы наша инициатива произошла или не произошла, да? Это те, которые непосредственно влияют. Я думаю, что это будет власть правительства, которая в первую очередь, потому что она должна сделать все возможное, чтобы этот капитал зашел и чтобы он дошел. Или она может сделать так, чтобы он не зашел. Да. То есть прямое влияние, как бы решающее влияние для этой инициативы, да? Да. И в конечном итоге, если власть понимает, что сюда деньги заходят и все заработают, то от этого будет и увеличение бюджета, и нам не нужны будут деньги Международного валютного фонда как помощь. То есть цель наша убедить национальный банк, убедить правительство и других ключевых, да, у нас всегда в таких инициативах ключевых мы вписываем также прессу, да? Потому что она очень сильно влияет на лоббинг, она может представить эту инициативу с разных сторон так, что другие стейкхолдеры, тот же малый и средний бизнес, может либо испугаться и не захотеть эту инициативу, либо наоборот, очень воодушевиться, захотеть и поддержать. Поэтому прессу в таких глобальных инициативах мы всегда также считаем за ключевого стейкхолдера. Хорошо. В принципе мы смогли разобраться с ключевыми, первичными и вторичными. Здесь у нас есть вопросы, как мы их опять же классифицируем? То есть повторим, у нас первичные это те стейкхолдеры, для которых конкретно эта инициатива и проводится. То есть мы уже в уме знали, что мы делаем это для малого и среднего бизнеса. Напрямую также это повлияет на крупный бизнес, да, и на другие там, если не знаю, у вас есть, может быть на NGO или не знаю на кого. Хорошо. Для физлиц, на физлиц это тоже отразится, но опять же вторично, потому что мы их, не их берем за цель. Цель у нас здесь, но вторично физические лица, для них тоже подешевеет капитал, да? Наверное, в первую графу партнера, да, стоит еще включить NGO, потому что, во-первых, как правило, инициирует данную инициативу именно как бы сообщество, не отдельные физические лица. И естественно, что от благосостояния членов будет зависеть и жизнь сама NGO, любая организация. Хорошо, здесь вопрос, проверочный вопрос, в какую группу ставить стейкхолдеров такой. Мы напрямую решая проблему путем иностранных инвестиций, иностранного капитала, эти NGO от этого пользуются напрямую, и мы имеем их в мысли изначально при нашей инициативе, что сделаем так, чтобы им было тоже хорошо. Тогда куда они пойдут? Во вторую группу. Нет, дело все в том, что любая инициатива, она как бы подается не отдельной какой-то группой, а, как правило, через сообщество, через профессиональную организацию. Я в том плане, и это, конечно, почему, потому что и один, если даже соберется тысяча физических лиц, все равно требуют, чтобы это была, подавалась организация, коалиция организации, понимаете, а неделя физических. Хорошо. Поэтому NGO здесь, я считаю, что одно из ключевых. Тогда, вот, ключевым, вот вы правы. Может быть, да, скорее ключевые, да, ключевые, да. Смотрите, опять же, вопрос здесь, остается здесь этот стейколдер или нет, у нас проверочный вопрос, мы для него это делаем или нет изначально? Нет, тогда он отсюда уходит. Уходит он куда? Он случайно или по ходу этой инициативы будет задействован, на него повлияет или нет? В принципе, да. Да, но здесь проверочный вопрос, насколько они влияют и насколько они решающие в этом процессе, NGO те же самые, да, в решении этого процесса, насколько они участвуют и важны и могут быть решающими. Следуя вашей логике, тогда, скорее всего, они подпадают под ключевых. Хорошо? То есть, они нам помогут это осуществить или они нам помешают это осуществить, я не знаю, но это делается не для них, да, а они как раз это должны и осуществить. Хорошо. Тогда у нас получилось, что мы их смогли разделить на ключевых, первичных и вторичных. Что мы делаем дальше? Мы их должны уже поставить в наши квадратики. Хорошо? Сейчас я попрошу, вы бы могли мне помочь снять вот этот листик? По-моему, вот здесь открывается. По-моему, он не режется. А, сверху режется. Все, спасибо. Хорошо. Этот нам, в принципе, нужен, давайте его оставим здесь, да. Теперь, у нас есть такой квадрат, деленный на 4 квадрата, да. Вот здесь, это то, как мы влияем на них. Мы. Да? А мы, получается, не живу, или, то есть, вот мы это кто? Мы, да, 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 мы, я не знаю, в конкретном случае, мы это кто, но, скорее всего, для того, чтобы добиться этого успеха, мы коалиция каких-то business support organizations, которые вместе собрались и решили решить эту проблему. Естественно, мы не физические лица, естественно, мы не один BSO и не один NGO. Я хочу сказать, с точки зрения вот этой первой таблицы, тогда коалиция нужно встать в третью, да? Смотрите, да, в принципе, да, но мы нас, в принципе, никуда не включаем, да. Но по этой логике, то мы там, да. Мы просто все смотрим с нашей точки зрения. Вот мы есть, мы это делаем, а кто еще, кроме нас, в этом заинтересован? Может быть, в этой логике мы здесь можем включить наших членов, то есть, мы, а коалиция большая, да, и наши members, наши члены этой коалиции тоже ключевые, и мы их можем сюда вписать в третий столбик. И отнюдь то, что мы сейчас сказали, это не все стейкхолдеры, да, которые в этом процессе есть. Просто нам сейчас важно понять, как их расставлять. Хорошо. Насколько мы влияем? Здесь мы влияем слабо, здесь мы влияем сильно, да? А насколько данный стейкхолдер на нас влияет? Здесь он, опять же, влияет слабо, здесь он влияет сильно. Хорошо? И даже в том случае, когда у нас стейкхолдер, не primary стейкхолдер, не первичный, он может на нас очень даже влиять. И даже если он не ключевой, он опять же на нас может влиять. Но тогда, когда мы понимаем, что его влияние высоко, мы все-таки его спустим в ключевые. Даже если мы сначала его поставили во вторичном, а потом поняли, что его влияние слишком высоко, мы, может быть, его и спустим. Но сейчас посмотрим. Итак, с этой точки зрения, начиная с МСБ, малый и средний бизнес. Насколько влияние этой инициативы на них высоко или низко? Высоко. Это значит, что они либо в этом квадрате, либо в этом, да? Поскольку наше влияние высокое только вот здесь. Согласны? Да. В одном из двух. Теперь, чтобы понять, в каком из двух этих квадратов, мы смотрим, а насколько их влияние на нас высоко или низко. МСБ. Насколько могут влиять на нашу инициативу? Сильно. Сильно или слабо? Сильно. Почему? А если им надо? Если им вообще не поддержат. Если им надо, они поддержат. Если не надо, не поддержат. Но дело в том, что инициатива рождается в том случае, если это им надо. Да. Если им это не надо, то инициативы не будет. Мы же как бы идем на фарватере требований наших членов. Это кажется логичным и спасибо за вот комментарий, но очень часто коалиции рождают инициативы, которые пока не так уж нужны или не так уж еще поняли, да, члены, что это им нужны, ну или первичные стейкхолдеры. В данном случае мы понимаем, что МСБ очень хорошо понимает, что им это нужно, да, и они будут в этот процесс вовлечены, то есть их влияние на нас тоже достаточно сильно. Значит, они подпадают у нас вот в этот квадрат. Мы на них сильно влияем, они на нас сильно влияют. Мне кажется, что здесь, если смотреть вот уменьшение кредитной ставки, это всем понятно. А если мы будем говорить именно о допуске иностранных банков на украинский, скажем, рынок, я думаю, что найдутся здесь люди, которые не будут даже с точки зрения МСБ, потому что у нас есть, допустим, крупный бизнес владельцы банков, и они не будут поддерживать эту инициативу. Поэтому мне кажется, что здесь вот 50-50 где-то. Хорошо. Тогда мы можем их ниже... Мы пока говорим об СБ. Ну, если, да, если говорить путем решения международного капитала, может быть, это будет не совсем понятно этим людям, но тогда вот мы сейчас поймем, что надо с ними делать. Но то, что их влияние на нас высоко в этом случае, то они у нас подпадают уже в этот квадрат. В этом квадрате тоже мы можем поставить их наверх или ближе уже к этой черте, но сейчас это не суть. Вы просто это можете делать спокойно, чтобы понимать, что они очень важны или так себе, да? Ну, вот. Я думаю, что в этом случае они у нас достаточно важны. Если говорить о крупном бизнесе, каково влияние нашей инициативы на них? С одной стороны, она очень полезна, а с другой стороны, некоторых из них она может касаться с точки зрения какого-то... Влияние сильное будет в любом случае, потому что либо они будут пользоваться тоже дешевым капиталом, либо МСБ станут для них более серьезным конкурентом, потому что у них уже будет access to capital, да, и они смогут уже лучше производить и более сильными станут. То есть все равно мы не говорим здесь о положительном или отрицательном воздействии. То есть мой плюс и минус это не положительное и отрицательное, а скорее высокое и низкое воздействие. Мне кажется, что стабильность важна для всех, как для крупного бизнеса, так и для среднего бизнеса. Хорошо. Поэтому я думаю, в этом случае, да. То есть мы согласны, что наше влияние на них высоко. Опять же, они либо здесь, либо здесь, а их влияние на нас, на нашу инициативу тоже высоко. И опять же, крупный бизнес у нас идет сюда, да? Хорошо. Местные банки, насколько наше влияние на них будет высоко? Будет. Хорошо. То есть опять же, они наверху. А насколько их влияние на нас высоко? Тоже высокое. Они могут противоречить? Тогда мы оба банка уже и международные тоже по той же логике можем сюда поставить. Хорошо? Так получилось, что первым делом мы называем как раз вот тут очень важных для нас стейкхолдеров. Тогда пойдут у нас банки. Хорошо. Тогда бюджет. Насколько мы повлияем на бюджет? Сильно или не сильно? Мы считаем, что сильно. Хорошо. А насколько бюджет влияет на нас в данной инициативе? Не влияет. То есть мы на него влияем сильно, он на нас влияет слабо. И он получается здесь. Согласны? Кредитная организация. Да. Возьмите, пожалуйста, микрофон. А что вы имеете в виду бюджет? Сказали, ну предложение было как бы госбюджет включить стейкхолдеров, да? Поскольку... Мы говорили о... С одной стороны, фискальная служба, например, может поддержать, ну налоговая, скажем, да, в частности. И с другой стороны, сами сотрудники бюджетных организаций или вот что-то типа того, да? Ну мы говорим скорее как о государственном лице, чем о физических лицах сотрудников, да? То есть в принципе, именно да, фискальные органы, они от этого в принципе должны, как мы думаем, выиграть. Потому что будет больше бизнеса, будет больше налогов, будет больше влияния. Если мы будем говорить о Минфине и Минэкономике, да, то они по логике должны были бы поддержать там, ну условно. Ну если мы говорим о Минфине уже глобально, который у нас еще будет ключевым участником, то мы его сюда не поставим, а поставим его сюда. Пока что мы говорим односторонне, что у них будут влияния в бюджет из-за того, что будет больше бизнеса. Но никаким образом на нас, они пока на нашу инициативу, они пока не влияют, да? Они просто сидят, если получится хорошо, если нет, нет. А че можем мы до нашей инициативы додать еще такую маленькую, кто? Я нет. Можем мы к нашей инициативе дополнить еще одним таким довеском и сказать, что госслужащие могут получать или должны получать заработную плату не ниже, чем полтора-два средней заработной платы по бизнесу. Тогда мы говорим, что наша инициатива по малому и среднему бизнесу, она поднимет заработную плату маленького и среднего бизнеса и соответственно поднимая среднюю заработную плату, весь бюджетный организм будет иметь основания, чтобы получать большую... Да, это уже второй... Я согласна, что они... Я имел в виду, для того, чтобы наша инициатива имела больше ключевых союзников, мы в эту инициативу можем включить некоторые вот такие фишки. И эта фишка, она одновременно увеличивает армию людей, которые будут за это голосовать, будут это поддерживать и так дальше. Обязательно. Я, насколько понимаю, у вашей инициативы компонентов больше. Мы взяли только сейчас один компонент, чтобы было проще с ним работать в аудитории, да, потому что за 30-40 минут все компоненты разобрать сложно. Я с вами совершенно согласна, но давайте для того, чтобы сейчас просто пройти вперед, не усложнять пока, да, картину. Но я понимаю, что у вашей инициативы компонентов больше и будет еще больше, если вы серьезно ею займетесь, да? Дальше. Хорошо. Дальше у нас идут, ну, кредитные организации, я думаю, кредитные организации. Как на них мы повлияем? Сильно и слабо? Сильно. Они на нас как повлияют? Они оживятся. Вы должны сказать, как у вас в Украине. То есть кредитные организации имеют столько же силы, сколько банков, их так же много, у них такое же влияние. Я вам хочу сказать, поскольку как бы очень тесно мы были с ними связаны, так я вам хочу сказать, что позиция и активность кредитных спилок зависит от той ситуации общественной, от экономической, которая существует в стране. Когда у нас давались кредиты банками, банки были, тогда и кредитные спилки были очень активные. Когда сегодня все застопорилось, в принципе, сегодня и на дне находятся кредитные спилки. Но они готовы к сотрудничеству, они заинтересованы. Но насколько они на нас могут повлиять? Сильно? Если они нам смогут предоставлять услуги, то они, конечно, повлияют. Нет, это в конце, как итог. Скорее всего, я хочу сказать в процессе вот этой инициативы, насколько они могут повлиять на инициативу, испортить ее, наоборот, помочь ей? Они могут включиться и поддержать нас, потому что напрямую зависит их деятельность. Хорошо. Настолько же, насколько банки или меньше? Меньше. Нет, я думаю, что если не больше, то они будут очень нас активно поддерживать. В каждой области, в каждом регионе, если они узнают, они нас поддержат. Хорошо. Давайте их поставим где-то на границе. Чтобы к консенсусу прийти. То есть меньше, чем банки, но все-таки больше, чем ничего. Так, у нас тут идут физические лица, которые в конце от этого все равно могут, могут так или иначе, получить какие-то положительные результаты. Насколько мы на них влияем? Скорее всего, намного меньше, чем нам МСБ, да, то есть мало. То есть они у нас подпадают в нижние два квадрата. Насколько они на нас влияют? Опять же, не так сильно, поэтому у нас физические лица попадут сюда, да, мало и мало. Дальше. Национальный банк. Насколько он на нас влияет? Сильно. Насколько мы на него влияем? Слабо. Куда он подпадает? Он на нас влияет сильно, то есть он здесь, мы на него влияем слабо, то есть он здесь, он у нас здесь. Согласны? Также правительство, я думаю, мы спокойно можем положить туда же. Согласна? Хорошо. Пресса. Насколько может повлиять пресса на нашу инициативу? Сильно. Сильно. То есть она на нас влияет сильно, мы на нее. Слабо. Слабо. То есть она у нас здесь. Да? Простите. Она на нас сильно, мы на нее слабо. Подождите. Она на нас сильно. Сюда. И NGO. Ну, те NGO, которые могут поддержать или наоборот. Они на нас влияют. Слабо. Слабо. Так мы и есть NGO. Сами все. Но они могут быть те NGO, которые не в нашей коалиции, да, можем так посмотреть. И мы можем сюда добавить наших членов, да? Но, если это NGO, которые не в нашей коалиции, каково их влияние? Не могут их подражать, либо будут в ней крайне. Насколько сильно? Насколько сильно? Может сильно. То есть они на нас влияют сильно. Мы на них. Но на них тоже может влиять сильно. Вы согласны? Мы можем сильно влиять только на тех, которые на нашей стороне, но не против. То есть на наших членов. Если они против, как банки, например, то мы навряд не против. То есть они на нас сильно, мы на них. Вы согласны? Тогда они идут сюда? Они на нас, мы сказали, сильно, а мы на них слабо. А наши члены на нас сильно влияют, а мы на них тоже. Хорошо, тогда члены нашей коалиции попадут сюда. Вот, в принципе, и все на данный момент с нашими стейкхолдерами, которые у нас были. Зная, куда они попали, мы сейчас будем работать дальше. Что мы будем делать дальше? Уже мы знаем, что с ними делать. Как минимум, вот этих людей надо держать информированными. Как минимум. С этими, ну, не людей, а лиц. С этими лицами надо очень сильно конкретно работать. Вот их надо просто держать довольными. То есть если бюджет доволен, нашими влияниями, им больше ничего не надо, он нас не трогает, мы его не трогаем. И нам влиять на него особо не надо. Просто если получится делать так, чтобы он был доволен. Вот здесь мы, в принципе, ничего вообще не делаем с ними. Но мы можем также их информировать, если нам это интересно и мы считаем, что нужно. Мы должны за ними следить, как они себя ведут, что они получают в итоге, да, как они могут повлиять и так далее. Хорошо? Вот так мы и будем с ними работать. Я еще раз попрошу, можно снять? Перейдем к следующему. Отсюда мы переходим уже к третьей нашей табличке, если вопросов нет. Вопросов здесь нет? Ивана Франкинска, у вас вопросы есть? Еще нет. Еще нет. Еще нет, хорошо. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если мы рассматриваем сейчас нашу инициативу как проект, да, и мы уже сейчас видим, что нам для его реализации нужны будут какие-то, ну, поставщики услуг, подрядчики и так далее. Рассматриваем ли мы их как заставим? Обязательно. Кто так или иначе чем-то вовлечен, может быть вовлечен, заинтересован, или его это коснется, все они наши стейкхолдеры. Все. Спасибо. То есть тут могут быть консультанты, потому что нам нужны консультационные услуги, да. Тут могут быть эксперты, физические лица, наши, местные, и может быть даже иностранные. Тут может быть уйма лиц. Я поэтому говорю, что когда мы делаем стейкхолдер анализис, надо учитывать всех потенциальных, а потом, если мы поймем, что они у нас вот в этом квадратике, мы просто про них забудем. Но сначала их надо правильно проставить, учесть хотя бы, а потом забывать. Спасибо. Теперь что мы делаем? Мы просто делим вот этих стейкхолдер. В принципе, может быть такая ситуация, что потом в процессе уже реализации этого проекта эти стейкхолдеры могут в какие-то другие квадраты перейти. Да. Бывает так, вот я вчера показала также этот инструмент, да, бывает так, что в процессе, не в самом начале, а в процессе, они вдруг переходят. Они вдруг активируются, люди, например. Завтра мы выйдем там на улицу, увидим, что перед Минфином стоят люди и кричат, нет иностранному капиталу в Украину, да, это не знаю, там зло, я не знаю что. Например, да, и тогда у нас получается, почему мы говорим monitor, мы не говорим забыть, forget, мы говорим monitor, следить. То есть мы все равно следим за этой группой, как она себя ведет и ведет ли так, как мы изначально думали. Она на нас не влияет, мы на нее не влияем. Если вдруг ее влияние возрастает, мы спокойненько ее переводим в другой квадратик, где уже понимаем, что есть больше влияния и надо с этой группой работать. Да? Потому что она нам может тупо помешать. Или наоборот. Если мы понимаем, что этот ресурс, который мы раньше думали, что не может нам никак помочь, а вдруг оказалось, что может, мы ее вовлекаем. То есть, когда мы делаем stakeholder analysis в самом начале, это не конечная инстанция. Мы это делаем и потом работаем с ними на всем пути. У нас есть вот карта их, да, вот они вот здесь. Это наш stakeholder map, так сказать, карта стейкхолдеров. А потом на карте мы их можем передвигать туда и сюда, в зависимости от того, как они себя ведут, как получается наше с ними взаимодействие, да, и так далее. Уже зная, кто где у нас находится, мы уже должны понять, что с ними делать, как с ними работать. Мы можем разделить нашу работу с ними на такие вот этапы. То есть, информативная. Мы просто в одну сторону их информируем. Просто в процессе информируем, да, даем информацию, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем. В той степени, в которой считаем нужным для каждого конкретно группы стейкхолдеров. Можем работать консультативно. То есть, опять же, информация в одну сторону, но от них к нам. Это какие-то стороны, которые нам нужны, чтобы они нам помогли, проконсультировали, да, дали информацию. Мы у них это все собрали, да. И наша инициатива была сильнее в смысле аналитики и информации. И есть, как у нас на русском, вовлеченное, да. И последнее вовлеченное, это когда информация у нас идет в обе стороны. От нас к ним и от них к нам. Но здесь мы работаем более с ними активно, да. И мы просто берем наших стейкхолдеров с нашей карты и думаем, как с ними мы будем работать. Например, если мы говорим о бюджете, что с ними делать? Можем информировать, если мы очень добрые, а можем ничего не делать. Да? То есть, если мы очень хотим, можем им посылать какие-то рассылочки, информацию, а можем ничего не делать вообще. Да? У нас это будет условно. Если поймем, что это занимает у нас ресурсы, мы этого делать не будем. Дальше. Физические лица. Что делать с ними? Опять то же самое. Можем там в газеты пускать информацию, да, информировать их, а можем пока что ничего не делать с ними. Потому что мы информируем МСБ, да. И там уже заинтересованные физические лица сидят, они у нас не первичные стейкхолдеры, то есть тоже можем информировать, можем нет. Так, что мы делаем с МСБ? Они нас, мы их, и мы вместе работаем, да, они вовлечены полностью. Туда же подпадают, наверное, крупные бизнесы. Окей, есть у нас мнение, что их можно информировать, и они обойдутся. Можно и так, да? Хорошо, тогда мы все-таки, наверное, их... Вы не против? Ну, смотрите, в каждой конкретной инициативе в итоге решаете вы, что с ними делать, но надо решение принимать так, чтобы оно было без последствий. То есть, ну, хотя бы без негативных последствий для вас, да. Сюда идут банки, что мы с ними делаем? Они нас консультируют, да. Скорее всего, они нас консультируют, но мы их можем не вовлекать так глубоко в процесс, потому что, да, они в итоге и являются нашей проблемой на данный момент. Но они могут нас консультировать, с кем как работать, какие законы нам нужны и так далее, да? Но если они против нашей лиц, то они не будут вас консультировать? Они могут быть против и не... Какие действия с ним? Но если они против, их даже вовлекать, не вовлекать, они против. То есть, в принципе, нам от них на данный момент нужно больше информации от них, чтобы они нас проконсультировали, а мы уже решили, как повлиять не через них на них. Но можем и вовлечь в каком-то этапе. Каждая из сторон монолитная, но это не так. То есть, из крупных компаний кто-то может быть против, кто-то за на самом деле. То есть, они могут быть неоднородными. Нет, мы смотрим на официальную позицию. У крупного бизнеса нет официальной позиции. У одной компании одна позиция, у другой другая. Смотрите, мы же не говорим о том, как они будут относиться. Мы говорим о том, насколько они важны. Естественно, некоторые будут за, некоторые будут против. Но своим за и против, насколько они на нас повлияют. Мы сейчас только смотрим об этом. А потом дальше будем смотреть, как работать с теми, кто против, как работать с теми, кто за. Мы пока что только смотрим на их влияние. Хорошо. Мы можем оставить здесь, можем с перспективой перехода в вовлечение. Члены нашей коалиции. Как мы с ними работаем? Вовлечены. Хорошо. Как мы работаем с национальным банком? Мы его информируем. У вас национальный банк может запретить входы иностранного капитала? Тогда мы его лучше вовлекать. Правительство. Они являются врагами этого, понимаете? Кем? Врагами этого. Да. Но это значит, что мы должны с ними активно работать и вовлекать. То есть, хотя у них негативные отношения, но мы должны с ними работать настолько активно и много. И не только просто предоставлять информацию, а в двустороннем процессе, чтобы в конечном итоге привести к тому, к чему мы хотим, если получится. Так, правительство у нас. Аналогично? Смотрите, кто у нас в правительстве, кроме Национального банка, Минфин, будет влиять. То есть, все равно ратифицируют рату. Ну, тогда мы ее, тогда мы ее вовлечем. Спасибо. Хорошо. Как у нас с прессой? Спасибо. Надо вовлекать, ну, то есть, смотрите, вовлечение, это когда с обоих сторон идет информация. Мне кажется, прессу можно просто проинформировать, и она пустит уже дальше ту информацию, которая нам нужна. От нее нам информации, в принципе, не нужно, от прессы, да? Так, как работаем с остальным, Энджио? Консультации, ну, тогда уже у нас идет опять вовлечение, если и консультации, и информирование. Мы стараемся их вовлечь. Вот и все. То есть, на этом... Кредитные союзы забыли. Мне и забыли. Кто? Кредитные союзы не написали. Кредитные... А, я не написала, извиняюсь. Что делать с ними? Мне кажется, что хватит нам с ними консультироваться. Да? То есть, они не настолько важны, насколько банки, чтобы их вовлекать, но проконсультироваться с ними, наверное, можно. Ну, как хотите, можем сделать, опять же, с перспективой вовлечения, если они окажутся так уж активны и нужны. Вот, в принципе, и все. И мы смогли понять... И, конечно, этот список длиннее и больше. И времени на это уходит не один день. Информации на это надо набирать не только из нашего опыта, наших голов, мозгов, да? А эта информация, она набирается с разных-разных источников. О которых нам расскажут сегодня Эрик и Георгий, да? Это будут наши следующие темы. Как делать этот ресерч? Откуда собирать эту информацию о тех же стейкхолдерах, об их интересах? Некоторые из них мы знаем так наизусть, а многих мы можем и не знать. Как это делать, мы пройдем как бы дальше. Это будет наше следующее звено в цепочке. Но сейчас мы хотим вот это закрепить. Есть у нас вопросы по этим трем шагам, которые мы прошли. Сначала поняли, кто у нас есть, расставили их на нашей карте и потом поняли, как с кем работать. Вопросы есть? Нет. Тогда продолжаем так. Мы возвращаемся. Что нам осталось? Нам осталась эта четвертая часть, в которой мы берем. Я попрошу взять одного информационного стейкхолдера, с которым мы просто будем информировать. Одного консультационного и одного вовлеченного. Давайте не брать всех, потому что это будет долго. А возьмем по одному. И будем смотреть на этапе нашего проекта. На разных этапах нашего проекта. Каким образом мы собираемся информировать этого стейкхолдера? Например, на этапе планирования. Каким образом мы будем его информировать? Каким образом они будут нас консультировать? И каким образом мы будем его вовлекать? Тут нет правильного и неправильного. Мы просто думаем о путях. Это будет workshop, это будут новости, это будет круглый стол. Что это будет? Как мы будем их информировать? Как будем у них брать? Это будут один на один встречи, если консультируют нас. Вот просто мы думаем об инициативах. Каким образом на каждом этапе нашего проекта, там планирование, исполнение, мониторинге дальше. Мы будем их вовлекать именно в этом контексте. Хорошо? То есть мы возвращаемся в наши группы, к нашим темам. Проходим этот процесс, вот эти три шага самостоятельно уже для наших тем. И делаем последнюю нашу таблицу. Берем по одному из каждого типа работ, по одному из стейкхолдеров для каждого типа работ. И для него прописываем, какие мероприятия, какие actions, действия мы будем предпринимать, чтобы проинформировать их, проконсультироваться с ними. И как вовлечем? Каким образом? Хорошо? И вот это мы и представляем здесь. Ладно? То есть последнюю страничку мы только представляем здесь, но проходим по всему процессу. Снова, если сегодня что-то вам добавилось, более понятно, более интересно. У нас 30-40 максимум минут на этот процесс. Я думаю, он пойдет у вас уже быстрее в этом новом контексте. Более вам уже легко это делать. Хорошо? Спасибо. Иван Франковский, у вас как? Мы сделаем нашу работу на слайде, чтобы вы могли показать всем, потому что на словах это нереально. Раздать то, что мы сейчас сделали вам? Нет, нет. Мы перешлем вам слайд. Готовы и уже слайд сделаем. А, вы сделали и послали? Сделаем, сделаем. А, сделаете и пошлете. Да. Замечательно. Спасибо. Вы хотите, я фотографии этих флипчартов сейчас вам пошлю? Мы себе записывали. Да, мы видели. Хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо.